салют друзья это пятый выпуск видео проекта вверх недавно вышел рейтинг самых сильных паспортов мира и арабские эмираты заняли в нем свое достойное место еще совсем недавно получить паспорт гражданина арабских эмиратов было в принципе невозможно только за какие-то исключительные достижения типа там спасти жизнь шейха и другие три визы три истории сейчас будет первая из них погнали так друзья максим денисенко известный дубайский фотограф живет и работает по фриланс визе в дубае сейчас мы узнаем его историю виталя привет привет макси давай как а пока видному разнакомству взаимно очень классный проект слушай посмотрел четыре выпуска с каждым выпуском все лучше и лучше так что ну давай сделаем этот выпуск у нас правило каждый выпуск должен быть лучше предыдущего так что давай задавай пообщаемся расскажи свою историю как ты вообще решил перебраться в арабские эмираты и и что вообще на старте были какие проблемы сложности вообще как пришла такая идея в голову а на момент переезда в эмираты за моими плечами 10 лет работы фотографом в сибири в тюмени в россии вот и знаешь когда ты делаешь свою работу качественно и хорошо наступает такой момент когда ты как бы немножко упираешься в потолок работа очень много конкуренция как бы есть он ты не чувствуешь и пропадает знаешь некий такой интерес к развитию это узнаешь еще и возраст начал к тридцатке подбираться я решил может попробовать посмотреть я просто туристом приехал в дубай на две недели в общем пожил здесь так все понравилось знаешь климат там в самый сезон приехал мы потом бы повернулся в россию и понимаю что если я сейчас не сделал отличительный шаг а потом очень сильно об этом пожалею и буквально за там за месяц я продаю свою фотостудию и перебираю сюда в дубай правильно я понимаю что у тебя уже был какой-то сформированный бизнес и ты решил его оставить бросить скажем так все да и когда это же определенный склад ума нужно характер да какой-то который дает вот такой толчок все оставил пошел там на новое место узнаешь его благо когда ты постоянно смотришь instagram когда знаешь нас кругом окружает там успешный успех или что-то делаю там рискуются кто-то мотивировал в целом так instagram на это кручу да поэтому я решил что надо делать решительный шаг реально и двигаться дальше вот все приехал как турист да я приехал я помню свое ощущение выхожу в аэропорту никого не знаю меня не было ни одного знакомого здесь выхожу сажусь такси снял комнату на airbnb заселился вот вышел такой вообще просто обалделок если вас все задолбало на работе вы хотите перезагрузиться в дубай это вообще классное место потому что здесь есть масса возможностей хапнуть этого адреналина и сейчас один из таких способов я вам покажу ну на самом деле я люблю всякие такие экстремальные виды развлечений благо здесь дубая их много и потихоньку я буду их пробовать все в общем ребята я приехал здесь в одно местечко очень крутое на высоте 170 метров я получу огромную порцию адреналина это я уже чувствую и потом внизу я поделюсь с вами своими ощущениями друзья я сейчас нахожусь финансовом центре дубая в диа и все дубай интернешнл фэнешнл центр я хочу познакомить вас с бизнес-вумен натальей андакуловой которая имеет здесь собственную арт-галерею и она расскажет о своем бизнесе как она здесь начинала его собственно вести наталья здравствуйте расскажите о себе как вы начинали бизнес в дубай я искусствовед галерист и мы находимся в самом центре дубая это финансовый центр которая является свободной экономической зоной и которая находится под юрисдикцией великобритании то есть здесь английское право правильно соли завершая то здесь не работает здесь кстати можно и писать вот именно наследство да то есть право наследования завещания для экспатов которые находятся в дубае и как я сказала что здесь как раз действует юрисдикция великобритании то наша галерея занимается искусством средней азии и поэтому у нас есть определенная ниша который мы выбрали и по которым мы идем мы продвигаем искусство центральной азии и как бы мы одни единственные поэтому это выделяет нас на фоне других галерей скажите когда вы открывали компанию вы на какой визе проживали здесь постоянно и сейчас на какой визе находится я приехала в дуба я находилась на инвесторской визе так как у меня была недвижимость а когда я открыла компанию я до сих пор нахожусь на своей собственной визе компании как менеджер и то есть как управление это виза на три года которая позволяет здесь жить быть резидентом и иметь все права которыми пользуются резиденты и это виза то также позволяет более комфортнее брать кредиты либо бизнес кредит либо кредит на квартиры то есть правильно ли я понимаю что в вашем случае рабочая виза виза от работодателя она выгоднее чем инвесторская виза да когда человек владеет собственным бизнесом он считается более рискованным нежели человеком работающие на какую-то стабильную зарплату то есть для банковской системы это так скажите а почему вот я так понимаю вы из средней азии я родилась в самарканде да но я с узбекистана а почему именно дубай почему выбрали именно эту локацию 8 лет тоже не маленький срок да потому что дубай находится не так далеко от узбекистана и здесь достаточно большое количество экспат которые очень любят искусство и это место когда дало такую возможность легче открыть бизнес и люди ценят искусство и покупают искусство поэтому я решила открыть галереи здесь в общем покупательская способность вероятно выше кругом роскошь я понимаю что ты как бы приехал ты как бы никто а кругом такое все знаешь все красиво лоско интересно богато ну как то вот это все у меня так знаешь заставило меня шевелиться скажи вот с какими трудностями на первом этапе все-таки ты столкнулся прямо от себя помню в те моменты сложно падать вниз когда ты у себя дома ты такой не добился никаких высот а сюда приезжает что никто и тебе нужно доказывать как бы что ты чего-то стоишь реально как с нуля а а Субтитры сделал DimaTorzok А можно повторить? Пока играет адреналин у меня в крови, я сейчас поеду к девушке, которая расскажет о всех прелестях рабочей резидентской визы в Дубае. Здесь сегодня я встречаюсь с одной очаровательной девушкой Верой. Она переехала три года назад сюда и работает по рабочей визе в отеле. Вера, привет! Ты готова рассказать свою историю? Да. Начнем с того, откуда ты? Я из Беларуси, из города Борисово. Приехала я сюда в сентябре 2017 года, собственно, на открытие одного из самых крутых, дорогих лакшери отелей в Дубае. Это который? Булгари. А, классный отель, да. Да. Как я узнала вообще о его открытии? Я сижу и я решил поехать в Дубай. Почему так? На самом деле, у меня много друзей есть, которые учились в Швейцарии. В, как это говорится, в отельерскую, да, в школе гостеприимства. И, собственно, туда, в эти школы, очень часто приезжают из Дубая. Хантят. Да, хантят людей. И несколько моих друзей получили работу в этом отеле, в команде открытия. Ну и, собственно, посоветовали меня в отдел по персоналу, отдали мое резюме. И со мной связались, договорились об интервью. И вот в августе, в начале августа 2017 года у меня было интервью по скайпу. А после начался процесс моего наема. Я отослала все документы, которые у меня попросили. То есть паспорт, копия паспорта. Надо говорить, да? Да, да, да. Паспорт, диплом. Паспорт, рекомендации какие-то нет? Да, собственно, для вот этого начального процесса немного документов нужно. Вот. И все, я сидела в Борисове, ждала мою... Сколько времени прошло? Пока меня позовут. Прошло буквально месяц-полтора, не больше. Вот. Собственно, ждала я, пока мне вышлют билеты. А это на какую позицию? Первоначально позиция была официант. Официант? В отеле? В ресторане, отеле? Да, в лобби отеля. А, в лобби. Вот. А после... То есть я уже увольнялась оттуда супервайзером. Я перескочила на позицию тим-лидера, так называемого. Вот на моменте трудоустройства уровень английского он какой был? Ой, я очень сильно боялась. Мое интервью было просто для меня огромный стресс. Но я думала, господи, все, не пройду никогда. Это что-то было такое для меня первый раз, скажем так. Все окей, ответила на вопросы, ничего такого, прям нечего было бояться. Ну, то есть какого-то супер уровня английского не обязательно, да? А после, я точно могу сказать, после я поняла, что вообще английского не нужно иногда. Самый главный проблем для меня в тот момент был, конечно, языковый барьер. Потому что, ну, такой язык английский был, чтобы мне даже с таксистом поначалу сложно было поговорить. Хотя мы все учили английский в школе, в университете. Но, опять-таки, без практики английский язык ты сам знаешь, что это такое. Его надо постоянно прокачивать. Я вижу, что ты очень коммуникабельный, общительный человек, да? Я думаю, что именно эта способность позволила тебе пробиться здесь и стать одним из наших специалистов в своей области. Здесь, понимаешь, какой момент? Хочу немножко дополнить этот момент. Как вот у нас в России принято думать, что, о, там, если ты там зашел в соцсети активно, все, у тебя там будет работать, ты такой весь сразу успешный, крутой. Здесь, здесь, если у тебя нету личного знакомства с человеком, тебе не будет вообще никакого доверия. Это я прям чувствую на своей, так скажем, на себе. Своя ментальность, получается. Да, здесь нужно иметь четкое представление о себе в социальной сети. И, во-вторых, нужно иметь, конечно, с людьми прямые контакты, чтобы тебя люди лично знали. Так, два этих момента складываются вместе, то тогда, конечно, ты будешь получать работу и ты будешь успешен здесь. Вот, значит, ты прилетел как турист и остался здесь, решил здесь остаться. Какую визу ты оформлял, какая была у тебя виза в тот момент? Слушай, ну, для граждан России самый адекватный способ – это прилететь сначала на три месяца, так скажем, на туристическую визу. Она еще по-другому называется визит-виза. Эта виза не дает права на работу, но ты можешь абсолютно спокойно находиться здесь, искать там работу, контакты. И дальше ты можешь, конечно, эту визу дальше еще и продлить, прям на месте, не выезжая. Но это дорого. И зачем тратить лишние деньги, когда гораздо проще открыть фриланс-визу? Очень много вариантов. А какая для тебя и для твоей отрасли самая лучшая виза, как ты считаешь? Самое оптимальное решение – это, конечно, фриланс-виза. Ее можно получить в любой фризоне, но самый адекватный способ – это получить в Дубай Медиа-Сити. Сколько она стоит? Первый год со всеми расходами обходится порядка 11 тысяч дирекам. Дальнейшее продление – порядка около 7 тысяч. На какое время она дается? Ты оформляешь ее на год, а потом каждый год ты можешь ее продлевать. Да, сначала мне выслали билет, я прилетела сюда, меня здесь встретили. Первое время я жила в отеле, вся наша команда жила в отеле. Но они предоставляют жилье, питание, питание у нас было в отеле. Плюс, когда я приехала, был очень приятный такой сюрприз. Они собрали корзинку с разными необходимыми на первое время продуктами. Ну, макароны, кетчуп, зубная паста, мыло, ну, и вот такие какие-то вещи. Вот. И все. То есть меня встретили в аэропорту, привезли в отель. И на следующий день буквально мы поехали… Я не помню, как называется организация, где тебя фотографируют на… Я понял. Emirates ID, вот, мы приехали туда, ничего не понимающие. Medical check, наверное, еще пришли. Да, 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 это все было в один день. Ничего не понимающие, это все для нас, для всех было ново. То есть нас сфотографировали на Emirates ID, мы сделали medical. И, собственно, на следующий день у нас уже началась ориентация. Ориентация – это когда первый день в отеле, когда вам все рассказывают, показывают, знакомят с остальным персоналом. Ну, виза, получается, виза была от работодателя в Болгарии отель, да? Да, да, да. Она выдавалась на сколько? На три года? На два, на два, если не ошибаюсь, да. То есть на два года, и ты вообще ничего не платила, все оплачивали они или как там? Да, ничего не платила. Честно говоря, я сюда приехал, вот, говорю как есть, без всякой подушки безопасности. То есть я просто вынужден был с первых дней начать крутиться здесь. Поэтому вход пошел в Инстаграм, сразу давай мониторить различные ивенты, знакомиться с людьми, вливаться в доверие, там еще как-то. И вот так потихоньку, шаг за шагом, начал получать там первую работу и, собственно говоря, начал двигаться. А какой контракт какой-то, как это все происходило? Вот именно с такой немножко юридической стороны, как происходил процесс? Контракт, первоначально мне контракт выслали еще когда я была в Беларуси. То есть я его прочитала, я согласилась, ну, понятно, они не будут покупать мне билеты, брать меня на работу и везти меня сюда. Если я не увижу контракт, не увижу свою первоначальную зарплату и не соглашусь с ней. И плюс к зарплате, конечно, есть так называемые бенефиты, как на русском сказать, я не помню. Плюшки. Да, то есть это медицинская страховка, медицинская страховка, питание, транспортейшн, то есть меня отвозят из моего места, где я живу, до отеля и обратно. Место, где мы жили, вся команда живет в одном месте. Они тоже дают место. Да, 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 все предоставляется транспортация, да, да, да. Еще на интервью сотрудник отдела по персоналу, да, 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 еще в процессе интервью она мне по полочкам разложила, что мне дается, то есть какие будут у меня бенефиты, да. Помимо зарплаты, что будет еще? Да, 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 то есть это жилье, это транспортейшн, это еда в отеле, очень даже неплохая, вот. По сравнению, бывает разное, по-разному здесь кормят в Дубае. Это же еда как для гостей отеля или другая? Нет, другая еда, по-разному здесь кормят в разных отелях, но в Булгарии кормили очень даже неплохо, вот. Плюс медицинская страховка и билет, билет вот, который мне предоставили, то есть мне купили билет. Какой-то, ну, типа, раз в год билет домой, что-то типа? Да, тоже, 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 да, да. Класс. А какая зарплата в то время была? Моя, моя basic salary, да, 2100 дирхам. А, ну, это немного, да, по дубайским меркам? 2100 дирхам, это, для начала это нормально. Для старта это хорошо. Когда у тебя есть жилье и когда у тебя есть транспортейшн, это вполне можно выжить, скажем так, вот. При том, что работа 6-1, 6 рабочих дней и 1 выходной, особо тратить деньги не успеваешь, поэтому, в принципе, для начала окей. А вот какие-то выходные были, вам, наверное, давали возможность пользоваться всеми facility, да, которые отель предоставляет или нет? Нет, нет, конечно же нет, потому что отель для гостей, вот. В выходной ты тоже гость. Нет, нет, так не работает. Ну, у нас в том месте, где мы жили, конечно, был бассейн, спортзал. Это тоже, кстати, такое что-то, как преимущество, да, бассейн, спортзал, да, и, в принципе, в Дубае проводить время. А, как ты, наверное, знаешь, вполне можно бесплатно. То есть, шел на море. То есть, для фри, да, да, да. На пляж. На пляж общественный, да. На пляж общественный, да. Какие-то зоны для прогулок, где все облагорожено, красиво. Максим, и самый главный вопрос, почему именно Дубай? Слушай, не так много мест в мире, мегаполисов, которые находятся прям непосредственно на пляже. Классный климат, классное расположение между Европой, Азией, Россией, Африкой. Такой, это прям такой центр земли, знаешь, лично для меня, по крайней мере. Здесь очень много офисов крупных компаний. Мне, как человеку, который работает с визуальным контентом, это очень круто, потому что, допустим, ты можешь уехать на Бали, но там, как, островная жизнь, это неинтересно. А здесь ты можешь реализовать свои амбиции, работать с крупными компаниями, подрядчиками и развиваться. Ну, все, Максим, рад был познакомиться. Разаимно. Увидимся. Я приглашаю в Андакулову галерею и расскажу о концепте галереи. Она была открыта в 2012 году, уже 8 лет назад. И галерея имеет фокус на искусство Центральной Азии. То есть, это 5 стран. Мы такое даже название придумали. Пентастан. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. То есть, у галереи есть 3 направления. Это первое, это основные продажи картин. Это прямые продажи. Второе, это образовательные лекции. И третье, это работа с застройщиками. То есть, это более коммерческая линия. Это принты на холстах, которые тоже дают нам возможность зарабатывать. Искусство напрямую связано с ростом экономики, да? Например, Ротко. Его Рокфеллер одну работу оранжевую купил за 5000 долларов для своего офиса. И продал спустя 50 лет свыше 100 миллионов долларов. То есть, здесь инвестиция выросла. Покупка была сделана благодаря арт-эдвайзеру, да, то есть советнику. И Рокфеллер не понимал современное искусство, но понимал, что в него нужно вкладывать. И поддерживал музеи, и всегда ходил в современные галереи, потому что знал именно этот потенциал. Ваш бизнес состоит в том, что вы продаете картины, скажем так, упаковываете какие-то отели, застройщиков, да, ну, создаете арт-пространство, да, в их объектах. И еще в том числе можете выступать как некий советчик по покупке и по инвестированию в картины, да? Абсолютно верно, да. И по образованию, непосредственно по истории искусств, потому что, когда мы покупаем, когда у нас появляется приверженность, так, например, крупные бренды, как Кортье, Бреге, Луи Виттон, когда вы видите этот маркетинг везде, да, и вы знаете историю, тогда у вас появляется приверженность, тогда происходит покупка. Также с историей искусств очень важно знать непосредственно о художнике, кто он, что он, его историю. И тогда, когда человек чувствует более близко и покупает работу. Наталья, очень интересно. Скажите, вот это Ютуб, и зрители в Ютубе, они любят какие-то данные, цифры. Вот назовите, пожалуйста, какого-то, вот какой-то пример из вашей практики, да, какого-то художника, который достиг определенных успехов, достиг каких-то больших цифр. Да. Мы работаем с художником Тимур Давац, который находится сейчас в Лондоне. Он учился в Узбекистане, он закончил школу Бенькова, но когда он уехал в Лондон, он окончил Королевскую академию и был первым русскоговорящим художником, который закончил успешную Королевскую академию и начал работать именно с галерейами в Лондоне. И мы с ним сотрудничаем уже достаточно много лет. И могу сказать, что если 15 лет назад его картины стоили в пределах 2000 долларов, то сейчас они выросли порядка 50 тысяч долларов на сегодняшний момент. Вот здесь прошу обратить внимание, что вложение в искусство Центральной Азии очень выгодны. Вера, ну вот три года прошло, как ты приехала в Дубай. Каких результатов ты достигла? Все ли нравится, хочется ли домой? И на какой должности ты сейчас работаешь? Должность моя называется Community Ambassador. Немножко так, наверное, непонятно. Это Guest Relation, это плюс Sales у меня есть немножко как Responsibilities. Ответственность по продаже. Именно, да-да-да. Вообще я представляю отель, общаюсь с гостями, налаживаю коммуникацию с гостями, поддерживаю ее. И, ну, собственно, вот в мои обязанности входит именно общение с гостями, главное. Зарплата выросла, наверное, да? Да, зарплата выросла. Также плюшек стало больше. Вот. Теперь мне не нужно жить со всеми вместе в Accommodation. Это вот где вся команда отеля живет. Мне платят деньги, мне платят сумму денег на то, чтобы я сама снимала себе жилье. Это намного лучше, ты чувствуешь себя более независимой. И это более комфортно. Ну, понятно. Да. Когда живешь там с толпой незнакомых относительно людей, или живешь отдельно. То есть сейчас мне уже не нужно ездить на автобусе на работу. Я просто нашла жилье рядышком с отелем, вот прям здесь. И езжу на работу на скутере. Классно. Да, у меня есть электрический скутер. Да, это, наверное, сложно представить, но да. Также, да, зарплата больше. Плюс в этой компании платят сумму за то, что у меня есть второй язык, кроме английского. Вот, например, я говорю по-русски. И мне дополнительно платят как бонус за это. Много? Нет, не очень много, это 200 дирхам. А, нет. Да. Или много. И также в остальном, в принципе, все то же самое. Предоставляют питание. И все, и есть сервис чарж. В каждом отеле есть сервис чарж, который идет от продаж. То есть от продаж отеля. Каждому процент, каждому сотруднику отеля. Какая-то бонусная система кипяет, да? Да, 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 что-то вроде. А что по поводу дальнейших планов? Хочется ли вернуться домой или все-таки хочется остаться здесь, как-то дальше жить, развиваться, найти, не знаю, там, свое счастье в этой стране? Как говорится, я очень хотела бы уже вернуться в свободную и свободную от, скажем, старой власти Беларусь. Сейчас ситуация такая, что даже если бы я захотела вернуться, это очень будет глупым шагом. При том, что здесь у меня все есть, у меня комфортная жизнь и, в принципе, хорошая заработная плата, молодой человек. И мне все комфортно, мне хорошо. Единственное, вдалеке от родных, что меня очень сильно расстраивает. Я вижу, что есть к чему стремиться. Возможно, даже в будущем открыть свой бизнес. Почему нет? Здесь это, кстати, несложно. Если что, мы можем помочь. Да, спасибо. Вера, назови три главных плюса проживания в Дубае, вот лично для тебя. Это стабильность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Также я хочу сказать, что солнце – это огромный плюс. 365 дней в году солнце, нет серости вокруг, холода. Это очень-очень прекрасно. И третье – это, наверное, безопасность. Когда чувствуешь себя в безопасности, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни оказался, это очень большой плюс. Вера, ну, классное интервью, спасибо тебе. Это история успеха. История успеха на визе работодателя. Есть куда стремиться. Спасибо тебе, вот, да, в знак признательности. Эту большую тему нам не удалось уложить в один выпуск. И в шестой серии мы познакомимся с бизнес-вумен Татьяной Третьяк, которая основала за 9 лет здесь целую империю, о которой она нам и расскажет. Также нас ждет полный эксклюзив от обладателя золотого паспорта Эмиратов. До встречи в следующий вторник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА